На открывшейся в Москве выставке произведений Николая Константиновича Рериха представлены все этапы его творческой жизни. От раннего, но постоянно живущего в нем углубленного интереса к древнерусскому искусству, последняя статья на эту тему, а заглавленная русская слава, помечена 1939 годом, Николай Константинович рано подошел к Востоку. Его особенно привлекали проблемы культурных связей, существовавших между Древней Русью и странами Востока, как Ближнего, так и Дальнего. Его привлекает кочевой мир наших южных степей, обогативший нашу историю не только воинской славой, но и явившийся проводником культурных влияний, шедших из далекой Индии и Китая. В 1904 году он пишет поэму «Чингисхан», посвященную прошлому Монголии. В 1911 и 1912 годах он обсуждает вместе с Василием Васильевичем Голубевым планы научно-археологических исследований в Индии. Ряд полотен 1915 и 1916 годов посвящены индийским сюжетам. Богатый и чрезвычайно красочный культурный мир Древней Индии захватывает его. Николай Константинович участвует в построении буддийской вихары в Петербурге, построение которой создало нам многочисленных друзей в странах буддийского Востока. Индия, Тибет входят в его творческую жизнь. И вот в 1923 году Николай Константинович направляется в длительную экспедицию в Индию и Центральную Азию. В течение пяти лет он совершает небывалые по пройденному пространству путешествия по Средней Азии. Кашмир, Ладак, Каракорум, Синьдян, Писки-Токламакан, Джунгария, Монголия, Западный Китай, Кухонур, Тибет. Последние этапы этого путешествия через Тибетское Нагорье сопровождались большими трудностями и лишениями. Несколько участников экспедиции погибло, погибли почти все караванные животные. Из этого длительного путешествия Николай Константинович возвращается с многочисленными работами. До 500 полотен видов Тибета, Монголии и Гималаев ныне украшают стены музеев. К этому периоду относятся серия полотен твердыней Тибета, запечатлевших замечательные архитектурные алсамбли тибетских монастырей и городов. Во всем своем величии встают перед нами горные хребты Гималаев. С этого времени Гималаев, обитель снегов, все более и более приковывает к себе взор Николая Константиновича. Последние десятилетия его жизни уже неразрывно связаны с Гималаевом, что особенно роднит его с народами Индии, которые видели в нем своего друга, который сумел так близко подойти к их чаяниям и устремлениям. Этот период его творчества отличается особой красочностью. Николай Константинович верил в живую силу красок, и, быть может, никто так не знал соотношения и гармонию тонов. Художественные критики отмечали его особенное умение передавать свет. Его синтез и упрощение форм были результатами его понимания сущности передаваемого. Работы индийского периода и его творческой жизни хорошо представлены в музеях Индии и в музее его имени в Нью-Йорке. В настоящее время советский зритель может видеть картины этого периода у себя на родине в Советском Союзе. За свое пребывание в Индии и на Востоке Николай Константинович проделал громадную работу, работая не только в области живописи, но и как ученый. В 1929 году им был основан Институт гималайских исследований, программу которого входило всестороннее изучение Гималайской горной области. Институт организовывал научные экспедиции в Западный Тибет и собрал богатые коллекции. Специальные работы проводились по изучению народной медицины Индии и Тибета. В настоящее время в доме, где жил и творил Николай Константинович, будет открыт дом-музей, памятник индо-русскому сотрудничеству на культурной Ниве. Являясь поборником мира, мирного труда, Николай Константинович явился основоположником особого пакта охраны культурных ценностей во время войны. В связи с пропагандой и идеей такого пакта были проведены несколько международных конференций, и в 1935 году пакт был подписан в Вашингтоне покойным президентом Рузвельта. В 1954 году пакт в несколько более развернутом виде был подписан странами-участниками Объединенных Наций и в 1956 году ратифицирован в Париже Советским Союзом. Мысль о Родине, о далеком севере не покидала его до самого конца его жизни. Он необычайно тяжело переживал разрушение Новгорода и других памятников нашей культурной славы. В годы небывалого ратного напряжения он вновь возвращается к русским темам. Спас не редит поход Игоря, Настасья Микулична, Борис и Глеб. Многие из этих полотен выставлены в настоящее время на выставке. Смерть унесла его в декабре 1947 года среди приготовлений к возвращению на родину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова